Добро пожаловать на канал Неолайф. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о такой теме, как наше цифровое будущее от интернета до интерледжера от профессора Алекса Петланда, 4 мая 2021 года. Так, во время разработки целей устойчивого развития я входил в группу генерального секретаря ООН по революции данных. Было ясно, что цифровые системы станут фундаментальной революцией в развитии человечества. И поэтому было важно, чтобы мощь данных, включая искусственный интеллект, была включена в цели устойчивого развития. Мир становится все более цифровым. Мы наблюдаем переход от отдельных цифровых систем к универсальным цифровым книгам, которые обрабатывают различные операции по всему миру. Эти новые электронные книги также являются естественным домом для цифровых валют центральных банков CBDC. Я надеюсь, что цели развития ООН на 2030 год будут включать в себя всеобщее внедрение новых правил. И что к 2045 году цифровой мир будет иметь безопасную, инклюзивную, подотчетную и сбалансированную экологию данных и искусственный интеллект для всего. От торговли и финансов до медицинских услуг и государственного управления. Также произойдет эволюция интернета от средства коммуникации к средству транзакций. Цифровые технологии позволяют дешевле, проще, безопасней вести бизнес с кем угодно и когда угодно. Сам интернет трансформируется. Вместо него, позволяющего беспрепятственно и недорого передавать данные повсюду, мы наблюдаем появление интерледжера, который позволяет осуществлять беспрепятственные, недорогие транзакции любого рода, везде и со всеми. Как мы с вами знаем, интерледжер создала компания Ripple. Для ускорения этой тенденции торговые страны внедряют новый транзакционный слой поверх существующего интернета. И можно предположить, что эта новая технология в конечном итоге будет считаться такой же важной, как изобретение двойной бухгалтерии. Понимая, что интернет эволюционирует межбухгалтерскую систему, мы можем рассматривать появление таких технологий, как блокчейн и искусственный интеллект. Давайте с вами вернемся к ключевому фильму про криптовалюты «Это мой создатель», где нам открыто говорят, что криптовалюты – это шаг к одной глобальной цели, где искусственный интеллект будет предоставлять собой священный грааль. Искусственный интеллект и блокчейн являются частью комплекса глобальных программных платформ, юридических протоколов и экономических структур, которые лучше подходят для подключенного мира. И ключевым событием, стимулирующим эту эволюцию, является развертывание систем цепочки доверия торговыми странами. Эти новые системы сочетают в себе правовые соглашения открытого альянса – трастовые соглашения, технологию распределенных бухгалтерских ник, блокчейн и сквозное шифрование, что позволяет компаниям отслеживать транзакции из любой точки планеты и быть уверенными в том, что они безопасны. Национальные цепочки доверия – это новые всеохватывающие платформы распределенных бухгалтерских книг для умных городов, торговли, правительств и финансов, которые внедряются правительствами в таких странах, как Китай, США, Сингапур, Швейцария и других. Менее развитые страны, которые не присоединятся к новой цифровой инфраструктуре, будут сильно отставать от могущественных правительств. Главной движущей силой внедрения технологии межбанковских операций является необходимость восстановления мировых финансов и в сочетании с появлением Китая в качестве крупной международной державы. Национальные экономики находятся в беспорядке. Многие страны чувствуют, что настало время действовать. Еще одним важным и ускоряющим событием стало появление национальных цифровых валют – CBDC. Также инфраструктуру данных необходимо сделать более повсеместной, доступной и безопасной, чтобы справиться с десятикратным увеличением кибератак. Хочу отметить, в данном докладе мы видим фразу «Интернет вещей», а ведь такой термин употребляют ведущие лица компании Ripple. И продолжим. Такие технологии, как федеративный искусственный интеллект, распределенные бухгалтерские книги, открытые юридические альянсы и бизнес-модели, такие как обмен данными, делают это возможным. Существует две основные области, в которых международные соглашения могут нести важный вклад в развитие и становление интерледжера. Это аудит цифровых транзакций и применение стандартов, а также разработка спецификации стандартов для этих новых цифровых систем управления, что делает эту систему естественной для членов ООН. Подведя итог, мы видим, что внедрение интерледжера будет до 2030 года. Напомню, что интерледжер – это протокол, с помощью которого будут соединены все банки и блокчейны между собой. Также интерледжер предоставит нам переход от простого интернета до интернета транзакций. А к 2045 году все это будет контролироваться и управляться на основе искусственного интеллекта. То есть нам в открытую говорят, что все банки и блокчейны будут работать на протоколе интерледжер от Ripple. Это невероятно и очень масштабно. Также символы интерледжера компании Ripple XRP были показаны в фильме Sonic. Всем спасибо за внимание, я надеюсь вам понравилось данное видео. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok